Привет, это Технолодж, а это значит, что в ближайшем несколько минут я попробую тебя удивить кое-чем интересным. Поехали! Компания Hyperloop One провела новый этап испытаний, где протестировала свой вариант версии транспортной системы Hyperloop. Во время испытаний разработчикам удалось разогнать капсулу до 309 км в час. Проект транспортной системы Hyperloop был впервые представлен Илоном Маском в 2013 году. В перспективной системе специальные грузопассажирские капсулы будут передвигаться с большой скоростью по трубам, в которых будет поддерживаться давление в 1000 от нормального атмосферного, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление капсул. Испытания проводились на тестовом участке Devloop в пригороде Лас-Вегаса. Длина системы составляет 500 метров. Полноразмерный прототип капсулы проехал по трубе около 300 метров, после чего была задействована его тормозная система. На время испытаний давление в трубе понизли до уровня, соответствующего высоте 60 км над уровнем моря. Теоретически, капсулы в системе Hyperloop могут разогнаться до 1200 км в час, а в системе, представленной компанией Hyperloop One, до 740 км, что тоже весьма неплохо. Но 309 км в час мало для компании Hyperloop One. На тестовом участке они хотят разогнать капсулу до 400 км в час. Удачи ребятам, будем наблюдать. Американский разработчик воссоздал в дополненной реальности первый уровень игры Super Mario. Дополненная реальность – это технология отображения виртуальных объектов поверх реальных. Она используется в разных сферах, от подбора мебели до работы Международной космической станции. Однако, видеоигры на основе дополненной реальности не так популярны. Но тем не менее, разработчики, у которых есть доступ к очкам дополненной реальности, периодически делают свои небольшие проекты. И это один из них. Он разработал на Unity AR версию первого уровня Super Mario и пришёл его в очках HoloLens. Стоит отметить, что геймплей при переносе на физику реального мира претерпел некоторые изменения, и игрок получил возможность обходить препятствия. Поскольку не может в реальности прыгнуть на такую высоту, как Mario в оригинальной игре. Однако, остальные элементы остались без изменений. Можно собирать монетки, есть грибы, а также давить гумб. Тем не менее, они могли совместить виртуальную реальность и реальность, и получился бы интересный симбиоз, как уже, впрочем, некоторые делали. Компания Red, на камеру которой снимают почти все кинофильмы, занялась разработкой смартфона, но не обычного, а голографического. Однако на данный момент не существует технологии, которая могла бы позволить реализовать это в телефонах. Однако здесь стоит оговориться. Существуют разные технологии, которые могут позволить увидеть 3D даже на экране телефона. Но для этого нужны 3D очки. Для этого нужны... Для этого нужны 3D очки или смотреть на телефон под определенным углом. В смартфоне Гидроген можно будет смотреть почти под любым углом, и изображение будет объемным. Смартфон называется Гидроген, он будет продаваться в двух вариантах, алюминиевым и титановым. Алюминиевый стоит 1200 долларов, титановый 1600. Однако лично я бы купил этот телефон из-за камеры, потому что это Red, и скорее всего камера у него будет просто потрясающая. Ну, по крайней мере, мне хочется на это надеяться. О телефоне почти ничего не известно, кроме диагонали экрана в 5,7 дюйма, Type-C, Android, а также разъем под флешку. А также телефон, похоже, будет модульным, но об этом тоже никаких подробностей. Интересно, как ребятам удалось этого добиться, но посмотрим в начале 2018 года. В прошлый раз я рассказал про самый быстрый электромобиль, однако он, оказывается, был не самый быстрый. Недавно Lucid Motors провели испытание своего Lucid Air, который на тестовом треке разогнался до 378 км в час. Вот это уже действительно быстро. Такой скорости удалось достичь, потому что разработчики отключили электрический ограничитель скорости, который не позволяет убить трансмиссию и батарею. Сегодня самым быстрым серийно выпускаемым электромобилем является Tesla Model S. Однако Lucid Air будет выходить уже в 2018 году и, вероятно, заменит Tesla. И на этом, пожалуй, всё. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте ставить правила правой руки, комментировать видео, а также подписываться на канал. Ну и на этом уже точно всё. До встречи. Пока. С работы видите, да? Мы вообще-то Hyperloop тестируем. Ты нормальный вообще? Да. Почему ты вообще без сказки? А мне сказали, так неплохо будет. Наверное. Хорошо, ещё раз.